Трофеи, рыбалка, генеральный партнер программы, компания Движение Нефтепродукт. Всем доброго, приятного, уютного вечера, с вашего позволения, давайте отвлечемся от каких-то насущных дел, проблем глобальных или узких, и будем говорить о занятии, которые мы очень любим, но если вы не любите, еще только привыкаете, вы еще новичок, то мы вас обязательно научим. Я имею в виду, конечно же, рыбную ловлю, это программа Трофеи, рыбалка, у микрофона Владимир Сметанин, и сегодня, в этот час вечерний, в прямом эфире мы находимся снова вместе с экспертом компании «Арсенал» на Комсомольской 8, Василием Мамоновым. Да, друзья, добрый вечер всем. Эфир прямой, действительно прямее, как я люблю говорить, не бывает. А это, кстати, Василий тут на днях отметил день рождения свой, поздравляю, Василий. Спасибо огромное. С наступающим, не поздравляю, с прошедшим можно. Василий стрелец, соответственно, по знаку «Зодиак». Да, да, да. Я козерог, у меня через месяц. Вот такие мы зимние люди. Зимние, зимние. Ну и продолжим, сегодня мы, да, безусловно, говорить о зимней рыбалке. Ближе к концу нашей передачи, то есть ближе к 9 часам, мы подведем итоги нашего фотоконкурса и вручим 30 литров бензина «Ультра-92» от нашего генерального партнера компании «Движение нефтепродукт». Вообще, девиз нашей программы, напоминаю, без движения нету, Женя. Держу сейчас в руках вот эти три заветных купона, каждый на 10 литров, так что все по-честному, они достанутся победителю нашего фотосоревнования. Кроме того, Василий в течение программы неожиданно задаст вам вопрос. Интересный вопрос. Интересный вопрос. Ну, я поинтересовался, конечно же, какой вопрос Василий будет задавать, только предупредил его, не говори мне ответ, чтобы это для меня тоже было открытием. И, внимание, отвечать на этот вопрос вы сможете по СМС. Сразу же можете запомнить наш номер телефона 8909 720 101 и 0. 8909 720 101 и 0. Внезапно вопрос прозвучит. На кону у нас сертификат подарочный от Арсенала на Комсомольской 8. Ты знаешь, Василий, я тут решил задуматься, как-то немножко по магазинам прогулялся. По магазинам имею в виду те, которые продают что-то для хобби, для увлечений. И я сделал вывод, что, в принципе, рыбалка-то, доступнее ее найти очень сложно или даже, наверное, невозможно. Вот по тем ценам на снасти, вот всевозможность. Вот самый-самый, по-моему, доступный вариант времяпрепровождения полезного, здорового. Один из самых доступных вариантов, если там не размениваться на лодку, мотор там и еще что-то, оно вот так вот в свое удовольствие посидеть у речки Содочки, действительно, это достаточно бюджетно. Это, во-первых, во-вторых, это приятное общение с природой, да, такое единение какое-то. Возвращение к истокам. К истокам, да. Как в известном фильме говорилось, да, про рыбалку, да. Вот там, ну, совершенно, знаю, скромные деньги можно, в общем-то, вполне себе экипировать и результативно все это потом использовать уже на водоеме. Сейчас и, скажем так, рыбалка, она как раз вот на таком пике своей популярности, потому что рыбалкой увлекаются очень-очень много. Сейчас вот именно такая проходит, не знаю, какая-то вот, ну... Мейнстрим, рыбацкий, взлет. Сейчас очень много, например, друзей и знакомых, которых раньше там поехали на рыбалку, они говорили, да не-не, я не поеду. Я не про это. А сейчас там в первых рядах бегут. Ну, потому что народ действительно начинает понимать, что, ну, а что еще? То есть охота не для всех. Охота достаточно дорогая и такая... Ну, и там особый все-таки характер нужен, особый настрой на эти все вещи. Ну, да. Я там принципиально, да. Ну, вот я тоже. Не люблю наводить ствол, извините, на живого человека. Ой, простите. На живой организм, да, на дикого зверя. А рыбалка, вот это действительно то, что... Ну, я думаю, что еще вот ритм городской жизни он дает себе знать, да, больше как-то событий становится в жизни, информатизация вот этого общества, гаджеты всевозможные. Точно. И я вот замечал, вы же где-то, по-моему, в какой-то из передачи говорил, что просто вот попробуйте себя поймать на мысли, о чем вы думаете, когда находитесь на рыбалке. Вот честно скажу. Я несколько раз пытался, ну, вот, грубо говоря, я сижу там на бережку с удочкой и смотрю на поплавок. И вот просто в этот момент о чем я думаю. Не о чем. Не о чем. Соглашусь, действительно, в голове какой-то полный штиль, и причем он такой приятный, приятный, что ты наконец-то смог от этого отвлечься и просто созерцать вот снасть свою закинутую, да. Утром сидишь, как солнце медленно восходит, как вот облака появляются. Ну, я про ливнюю рыбалку сейчас, конечно, говорю в основном, но хорошо. Там действительно хорошо. Испокойненько. И даже буквально небольшого времени, двух-трех часов хватает для того, чтобы как-то вот успокоиться и настроиться на новые жизнерадостные лады. Хорошо. Итак, зимняя рыбалка. Тему я обозначил следующим образом. Традиционные для нашего региона методы зимней ловли традиционные. То есть мы пробежимся сегодня по основным моментам. И, возможно, те, которые вот только-только еще появляются и набирают популярность. Я бы, наверное, вот сегодня наш эфир посвятил традиционнейшему методу. Традиционнейшему. Вот вообще одному из самых традиционных методов ловли хищника зимой – это ловля на жерлице. Так. Вот. Вроде бы она такая вот вообще супертрадиционная, но именно вот в этой ловле есть несколько инновационных моментов, которые, например, вот я использую, да, там на рыбалке, и которые действительно позволяют увеличить уловы. Это, во-первых. Во-вторых, ну, коснусь немножко того, что, ну, у всех же, как вот ловли на жерлице – это ловля щуки. Хищника, да. Вот. Ну, щуки. Да. В основном щука. Редко там в прилове бывает окунь, там, да, и очень-очень совсем-совсем редко бывает судак. А вот о ловле судака на жерлице мы немножко вот коснемся. То есть это вот такая, ну, инновационная достаточно штука. Мы там для себя ее открыли не так давно. Но, причем активно пользуемся. И вот расскажу, как, что, зачем, почему мы выбрали такой способ ловли и для чего он нам нужен на самом деле. Ты знаешь, я знаю немалое количество рыбаков, которые считают жерлиц каким-то вот скучным видом ловли. Вот мы сейчас полностью развеем вот этот миф. И так, ловля на жерлице. Ну, на самом деле, как я уже сказал, достаточно традиционная такая штука. Вот у меня тут я для себя даже несколько там пометочек себе сделал, да, подсказочки себе там написал. Начнем с того, что, приходя сейчас в магазин рыболов, который, ну, только начинает ловить на жерлице, либо там, не знаю, там, ловит, но у него там сломались они или еще что-то. Приходя в магазин, он может увидеть огромное количество вот различных конструкций этих жерлиц. Их, на самом деле, достаточно много. И начнем с того, как вообще выбрать-то. Какая лучше, какая хуже, у какой есть какие плюсы и минусы и все оставшиеся. Дай угадаю, все зависит от задач. Нет. То есть, что вы хотите поймать. Нет. Так, тут все наоборот. То есть, вот сама конструкция жерлицы, там все просто, то есть, у каждой есть там, грубо говоря, там, катушечка может, да, там быть. Соответственно, флажок-сигнализатор. И вот сама вот основание, на что она ставится. Соответственно, первый и самый, наверное, такой популярный вид жерлиц – это платформенная. То есть, что она себе представляет? Это вот такая платформа из пластика. Они бывают квадратные, там, круглые какие-то, ромбиком, да, там, ну, не суть. Вот, на которую крепится стоечка, на которой у нас есть катушка, вставляется флажочек из металлической такой пластины, достаточно эластичной. И там яркий такой флажок, там, красный, оранжевый, без разницы. Вот. Плюсы платформенных жерлиц. Вот плюсы. Во-первых, вот эта сама платформа, она полностью закрывает лунку. То есть, мы же ее ставим на луночку, это раз. Соответственно, ну, свет меньше попадает, да, для рыбы там более ясно. Более естественное, да. Освещение, да, там, среда, это раз. Во-вторых, вода, которая в лунке у нас находится, которую мы просверлили, она закрыта. Соответственно, она меньше будет замерзать, соответственно, но у нас леска туда не вмерзнет, да, не так вмерзнет. То есть, закрыто от ветра, снега. Нет, но это зависит, конечно, от температуры. Но все равно меньше, мы реально замечали, в разы меньше. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, там, ну, вот одна из таких инноваций снизу на вот эту платформу, когда очень холодно. Некоторые рыболовы вот прямо из туристического коврика вырезают такую же штуку и приклеивают ее туда. И вот эта пенка, она реально там защищает, и лунка дольше не замерзает, причем реально намного дольше. Вот. Это второй такой плюс вот этой конструкции. И третий плюс в том, что, например, вот по первому льду, когда у нас, как в этом году было, снега вообще не было, да, на льду. Да. Такую конструкцию можно поставить, там, крошкой вот этого от льда чуть-чуть присыпать, и она никуда не денется. Вот. Следующая, например, конструкция, которая очень часто бывает продается, это такие жерлицы, ну, как мы их можно обозвать, там, не знаю, на палочке, на шесте. То есть это вот реально вот такая палка, к которой прикреплена катушка, и к ней же, к этой палочке прикреплена пружинка. Плюсы. Но она реально меньше занимает места. Платформы нету, соответственно. Платформы нету, да. То есть меньше занимает места. Но очевидные минусы. Лунка у нас не закрыта, это раз. Такую жерлицу, если нет снега, нам не поставить. То есть она ставится, вот у луночки такой сугробик нагребается, в него втыкается, и все. Вот. Соответственно, вот такие могут быть минусы, но место занимает меньше. Для транспортировки удобнее, в общем, да. Для транспортировки удобнее, катушечка убирается, все там, вот палочки, флажочки сложили, катушечки отдельно. Еще одна из популярных конструкций, это такие жерлицы на треноге, да. То есть вот у них такая тренога, она сделана из пластика, либо, может быть, сделана из металла. Она складывается, то есть они тоже такие достаточно компактные, комфортные. Но, опять же, очевидные минусы в том, что такие жерлицы, если, например, мы поставили их по голому льду, и там дует ветер, они улетают на раз-два, опять же, лунка не закрыта. Ну, такая, скажем так, интересная, хорошая конструкция, но вот тоже сильно не прижилась. Сильно не прижилась. Поэтому вот если, ну, это вот основные таких три вида. Если едете, например, на рыбалку, и у вас жерлицы, это не основной вид ловли. Ну, так вот, чтобы поставить, а вдруг поймаю, то существуют жерлицы подлёдного типа. Это как? Без сигнализатора поклёвки. То есть, соответственно, здесь у нас ничего уже сигнализировать не будет. Такие жерлицы очень часто, например, ставят на реке, когда ловят на Лима ночью, чтобы там ничего не вмерзало. То есть, там конструкция совершенно простая. То есть, это вот такая вот планочка, сделанная из пластика, да, в виде такого мотовильца. У неё намотан, ну, вот наматываем леску. Здесь есть такая прорезь, и всё. Мы, соответственно, на эту жерличку берём, отпускаем воду в лунку, и нам нужна палочка, которая ставится поперёк. От этой жерлицы идёт петля из верёвочки. Мы сюда надеваем, в лунку отпустили, сколько нужно, там нам лески стравили, зафиксировали, и всё. Она у нас стоит в лунке. Плюсы в чём? Вообще не занимает места. Ну, то есть, там пять жерлиц, они вот такой вот пакетик маленький. В одной руке. То есть, они абсолютно не занимают места. Значит, простота в установке. У нас нет никаких там сигнализаторов. На них абсолютно не действуют там внешние погодные условия. Их не сдувает ветром, ничего. Минусы. Ну, мы не видим сам момент поклёвки. То есть, вот это действительно такая очень пассивная снасть будет. Вот. И минус в том, что, чтобы снять эту жерлицу, потом нам надо с собой, помимо, например, ледобура, обязательно наносить какую-нибудь маленькую пешню. Потому что 100% лёд замёрзнет в лунке. Там нужно будет раздолбить её, достать, и всё. Вот. Ну, это такая снасть. Я всё-таки не понял, как на ней поклёвку-то? То есть, ты её в любом случае не увидишь. Не увидишь. То есть, ты поймёшь, есть рыба или нет, когда уже будешь доставать снасть. Вот. Такие жерлицы очень часто, например, используют... Ну, поехали вот там окуня половить на какое-нибудь озеро. Ну, знаешь, что там есть щука. Ну, приехали, ну, поймали там первых, там, 5-6 каких-то мелких, например, матросов. Всё, посадили их, поставили, авось клюнет. Ну, это вот на самом деле не сильно спортивный подход. А по поводу того, что жерлицы не спортивные, вот здесь я сильно вот этот миф развенчаю. Ну, начнём с того, что на одного рыболова, по правилам спортивного рыболовства в Кировской области, разрешено не более пяти жерлиц. Чем это обусловлено? Ну, потому что дальше это уже реально промысел. Браконьерство нужно какое-то, да? Браконьерство считается. То есть разрешено пять жерлиц. И вот на самом деле, приезжая на водоём, там, когда на одного человека, там, ставят 20-30 жерлиц, если это на реке, то, ну, скажем так, сильного урона мы не принесём, потому что рыба там постоянно возобновляется, она там движется, приходит. Большая экватория у неё, да. А если это небольшое озеро какое-то, то там реально жерличники, очень-очень много щуки, ну, просто истребляют, то есть, потому что там 50-60-100 жерлиц, поставленных на небольшом озере, шансов хищнику не оставляют вообще. То есть она так или иначе там скушает, да, этого живца, её там вылавливают огромное. Поэтому вот так, друзья, на самом деле поступать не стоит. Ну, закономерный вопрос. За этим кто-то следит? За количеством поставленных жерлиц у конкретного рыбака? Может, инспектор. Инспектор-то? Да. Ну, то есть, если вы приехали компанией там в 20 человек, то без проблем 100 жерлиц вы можете выставить. Если у вас на водоёме находится двое и стоит 100 жерлиц, то за это поголовки точно не погладят. На самом деле это грубейшее нарушение правил спортивного рыболовства, которым, ну, каждый нормальный рыболов, да, он должен их придерживаться, потому что мы же всё-таки заботимся о том, чтобы и наши дети, и внуки, да, смогли проводить время за любимым занятием рыбной ловли, а здесь это должно быть. Я не знал, кстати, да, что не буду лепить жерлиц, да. Я думаю, что многие ещё для себя это впервые открыли. Вот пять жерлиц и не более того. Дальше, значит... Ну, мы назвали основные типы жерлиц, мы уж не говорим о тех, которые можно самостоятельно сделать. Там всё, что угодно, но принцип тот же. Принцип тот же, это вот то, что продаётся в магазинах, и то, что в основном пользуется спросом. Дальше, из плюсов, если нажерлиться, вот есть жерлицы, у которых катушки пластиковые, а есть металлические, обязательно выбирайте пластиковую катушку. Примерзание, опять же, да, фактор? Примерзание раз, во-вторых, как правило, жерлицы мы устанавливаем всегда с голыми руками. Пластик теплее. Пластик теплее. Металлическая катушка очень сильно холодит. По оснастке, там, опять же, всё достаточно просто. Это вот, возвращаясь к вопросу, что рыбалка-то на самом деле может быть не очень дорогим. Например, там, пять оснащённых жерлиц, это вот реально там, не знаю, в 500 рублей можно уложиться. То есть там вообще всё недорого. Нам нужна леска, нам нужны скользящие грузила, так называемые, оливки, да, вот такие. Вертюжок с застёжкой обязательно, поводок и крючки. А леску, вот, обязательно мы здесь используем только монолеску. Никаких плетёнок туда мы не ставим, потому что плетёнка обмерзает сильнее, это раз. Во-вторых, толстую плетёнку ставить нет смысла. Тонкая плетёнка, мы же рыбу-то вываживаем здесь руками, у нас нет никакого удилища, ничего. Ну, реально, можно руки себе очень сильно повредить. Если клюнет трофейная рыба, ну, изрежем всё. Не стоит. А то, что она клюнет, шансы велики. Вот. Мы, соответственно, используем обычную стандартную монолеску, которая, помимо того, что меньше обмерзает, у неё есть ещё один огромный плюс, который вот для жерлиц нам важен. Там, например, спиннинговой ловли он будет минусом. Она очень хорошо амортизирует рывки рыбы за счёт того, что она растяжимо растягивается. Соответственно, когда мы подводим крупного хищника к лунке, на нерастяжимой леске велик шанс того, что она сойдёт. На той, которая, скажем так, поддаёт, там достать рыбу будет проще. Давай, Василий, по параметрам от оснастки ещё немножко пройдёмся. Леска, диаметр. Ну, основные диаметры, которые используем, это, наверное, тут мельчить сильно не стоит. Вот от 0,3 до 0,4. 0,35 серединочка подойдёт, да? Да, но в редких случаях можно ставить леску там 0,6, если мы точно знаем, что там прямо крокодилы клюют. Но бывает такое. Люди приходят, покупают и говорят, у меня там щука, которая всё обрывает, мне там её нужно поймать. Вот берут достаточно толстую леску. Но максимум, я вот, который пользуюсь, это там 0,35-0,4 вот такой. Достаточно. Достаточно. Причём практически у любого хищника можно достать там по весу без проблем. Поводки. Вот. По поводу поводка. Здесь нам обязательно нужно поставить поводок, который будет сочетать в себе качества такие, что он будет минимум деформироваться, да? Потому что щука, когда она заглатывает, если поводок там будет, ну, вот, там, всеми любимый, там, и достаточно недорогой вольфрамовые плетёные поводки, у них есть плюс цена, достаточно бюджетно, там, в пределах 10 рублей их там можно приобрести. Вот. Вот, потом они очень мягонькие, но они деформируются, то есть их там после каждой поимки реально поводок нужно менять. Надо менять. Вот. Соответственно, поводок должен быть максимально эластичным и, скажем так, максимально надёжным и длинным, потому что на жерлице хищник может достаточно глубоко заглотить. Ну, мы вот в последнее время, например, пользуемся титановыми поводками. Есть ли такие? Да, они достаточно тонкие, они абсолютно лишены памяти. Титановый поводок... То есть не деформируется? Не деформируется, ничего не происходит. У него есть минус, он достаточно дорогой, но, скажем так, жерлица зацепляется максимально редко, если мы не ловим там в каком-то жутком коряжнике, да. То есть риск потерять его невелик. По поводу коряжники, вот как ловить с жерлицами, чуть дальше тоже коснёмся, потому что не все ловят, не все ставят там жерлицы, а там есть свои определённые нюансы, которые существуют. Вот, соответственно, вертлюжок нам обязательно нужен, он, как правило, существует уже на поводке, нужен для того, чтобы у нас живец там не перекручивал нашу основную леску. Грузило, мы выбираем скользящее. Скользящее почему? Потому что, когда щука заглатывает живца, чтобы она не чувствовала веса, да, соответственно, она сдёргивает всё, там груз идёт по леске, она разматывает, она не чувствует веса, подвоха живца не выплёвывает. Оливочка стандартная или там тоже... Да, стандартная оливка по весу, ну, максимум, вот я использую 12 грамм. 12, ну, вот у меня в районе 10, мы с вами мелькаем. Вот от 8 до 12 самое оптимальное. Но здесь, опять же, нужно учитывать размер живца. Если мы ставим там живцов с ладоху вот таких здоровых, там можно оливку потяжелее, потому что лёгкое просто не утопит, он там будет подниматься там за счёт этого. Ну, вот в среднем от 8 до 12 грамм самое ходовое веса. А характер реки, течения, глубина тоже. Вот, мы дальше поговорим. На течении жерлицы практически никто не ставит, ну, это реально там не сильно рабочая снасть на течении. Но мы вот, например, придумали, как ловить судака, и нам очень нравится, но об этом чуть-чуть побольше. Попозже. Значит, по крючку там стандартно можно использовать, кто-то использует там одинарники, тройники, двойники. Например, выбор 80% рыболов, которые ловят на жерлице, это двойник. Объясню почему. На тройник щука очень часто натыкается и кидает приманку. Двойник с этой точки зрения чуть интереснее. Он очень хорошо засекает, и, используя двойной крючок, мы можем живца насадить двумя методами, двумя способами. Самый стандартный – это вот под плавничок сверху проколоть. А если мы, например, ставим жерлицы и следим за ними, за поклевками, вот именно видим, что у нас там сработал флажок, и мы бежим. Ну, вот в большинстве своем я ставлю под плавничок. Если мы, например, оставляем жерлицы на ночь, а такое бывает, мы приехали, например, с ночевкой на какое-нибудь озеро. Ну, правда, ночь длинная, хотя есть туда. Вот, ставим жерлицы, и, соответственно, там мы живца насаживаем через жабру. То есть берем… Покрепче, да? Нет, там смысл. Там смысл в чем? Если у нас насажен живец под плавничок, ну, щука, она всегда атакует поперек приманку. Ну, вот живца там, и все. Она ее атакует поперек, потом с ней какое-то время плывет, разворачивает и заглатывает. И вот в этот момент, например, это очень четко прослеживается. У нас произошла поклевка, ошибка многих начинающих рыболовов, которые ловят на жерлице. Вот у них происходит флажок, они подбегают, сразу дергают, все. 90% что рыба не поймается, потому что реально вот она только ее взяла. Мы выдергиваем либо живца, выдергиваем, либо оставляем живца в пасти рыбы и выдергиваем крючок. Там четко видно. Вот она схватила, и у нее первая фаза, она начинает достаточно активно разматывать катушку. То есть она разматывает, разматывает. Потом такая фаза, вот она останавливается. Все, она перестала мотать. Вот здесь тоже рыболовы думают, все, она уже начинает подсекать, подсекают, а опять ничего нет. То есть следующая фаза, вот она остановилась, она может быть достаточно длительная, опять же, зависит от размера живца. Она там какое-то время постояла, и потом она вот медленно начинает плыть. Вот в этот момент нужно совершать подсечку. То есть это говорит о том, что щука уже заглотила, развернула живца, и все, и начинает его есть. И, соответственно, как правило, в этот момент мы производим подсечку, и крючок у рыбы оказывается в верхней челюсти. Но это вот уже просто там по опыту. Опытом выяснилось, опытным путем, да. Соответственно, если дальше чуть-чуть подождать, здесь велика вероятность того, что щука наколется вот как раз на крючок, и она просто выкинет живца. Поэтому, когда мы оставляем жерлицы на достаточно длительный период времени, либо мы, например, на ночь их поставили, либо мы приехали с утра, там оставили их, и не хотим вообще за ними следить, то здесь мы надеваем живца через жабры. То есть там есть особенность. Мы берем поводок, на котором нет карабинчика. Вот жабру у живца чуть-чуть приоткрываем, просовываем поводок, затем вдеваем крючок и засовываем обратно. У нас крючок получается во рту у рыбки. Она с ним, живец с ним абсолютно нормально живет, плавает. Но особенность в чем? Рыба никогда не наколется, потому что она схватила поперек, она уже не чувствует крючка. Но как только она его развернула и начала заглатывать, крючок сразу же попадает в пасть. То есть здесь у рыбы шансов минимум на сход. Это примерно... До скольких нужно досчитать, чтобы правильно подсечь? Сколько примерно времени проходит? А нет, а здесь времени может проходить в зависимости от активности рыбы, там и 30 секунд. И иногда вот так вот приходится стоять у жирлицы, там и по 3 минуты. Когда же ты там, дорогая... Это вот такая выдержка здесь должна быть. И на самом деле вот это адреналин жирличной ловли. Ожидание момента. То есть ты прибегаешь и все, и ты понимаешь, что все вот она схватила. И вот ты ждешь вот эту размотку. Еще раз повторюсь, три у нее фазы подсекать всегда на третьей фазе. То есть сначала она достаточно активна. Это вот, я говорю, видно, там катушка прям... Все, там леска метрами уходит. Остановилась, и потом она начинает именно медленно уже плыть. Все. Вот в этот момент производить подсечку. Кстати, мы не напомнили, сколько лески-то нужно на катушку. Вот. Да, тоже важный момент. Ну, начнем с того, что жирлицы практически бесполезно ставить там на какой-то большой глубине. Зимой щука очень часто придерживается именно достаточно меляковых таких участков водоема, потому что там, как правило, в таких местах как раз вот именно скопление мелкой рыбки. Вот. Очень часто мы, например, ставим жирлицы, там вообще глубина 50 сантиметров подо льдом, и там клюет достаточно крупная хищная рыба. Ну, вот мое правило, я мотаю, ну, в зависимости от водоема, я на самом деле там готовлюсь к рыбалке именно жирлицы. К каждому водоему, да? Мы узнаем особенности, там глубину, где-то что-то там, спрашиваем у знакомых. Если, например, фоновая глубина на водоеме порядка там, грубо говоря, 5 метров есть, то я мотаю, как правило, 2 глубины, то есть метров 10. Фоновая, в смысле, средняя? Ну, вот средняя глубина, например, на водоеме 5 метров, ну, есть ямы там такие, например, 5-метровые, я намотаю 10 метров шнура, ну, потому что, ну, вернее, лески, потому что ей надо какое-то время там, чтобы отойти. Очень многие считают, что, ну, вот я сейчас намотаю там 2-3 метра, я же ставлю там на небольшую глубину, и вот она у меня сразу размотает, бах, и сама засечется. Ну, как правило, в этот момент тоже там происходит сход рыбы. Вот, соответственно, ну, усредненно 10 метров хватает везде. Вот, 10 метров хватает везде. Есть особенность, это вот как раз ловля в коряжнике. Там она очень динамичная и интересная. Там единственное, что нужно ставить тандем из крючков, то есть их ставить нужно 2. 2? Мы ставим 2 крючка. Один крючок мы втыкаем живца, ну, вот под верхний плавник, один под верхний плавник. А второй маленький крючочек, то есть на маленьком вот таком поводке от основного крючка, он втыкается ближе к голове, вот так вот в брюшко. Это для чего? А сделано это для того, что в корягах нельзя щуке давать вот этого времени на размотку. 100% залезет в корягу. Вот, и там мы делаем подсечку. Ну, вот фактически у нас вот жерлица только начала мотать, мы сразу подбегаем и подсекаем. То есть вот, как правило, вот этот второй крючок, он успевает зацепиться. Ну, это вот такая вот особенность ловли в коряжнике, там минимум лески, максимум контроля, и вот прям бежишь и ждешь. Все увидел, сразу прям бегом. Ну, в целом в коряжнике рыбалка на хищника, она жерлица именно, она... Ну, очень результативна. Ну, по-результативнее она была. Очень результативна. В открытых местах, ямах какие-то. Там вот как раз инновационный, например, момент, да, при ловле с жерлицами очень хорошо помогают современные гаджеты, которые нам необходимы в рыбалке. Это, например, подводные камеры. То есть эхолот, ну, вот эхолот зимний, он немножко непрактичен для именно постановки жерлиц, потому что там мы можем посмотреть только глубину, но мы не увидим, там, есть ли тут коряги, есть ли тут трава. Да, причем, например, с жерлицей, когда мы ставим, мы, ну, не ищем с камерой рыбу. Ну, это бессмысленно, она там, потому что стоит где-нибудь внутри, там, в корягах, вот она туда залезла, но бесполезно, ее там не увидишь, как правило. Например, там, ну, где-то в траве, там, бывает, видно, да, рыбку. А так вот, ну, на это не ориентируемся. Но камера нам нужна для того, чтобы мы могли посмотреть, например, в том же коряжнике, вот, в какую сторону лежит это бревно. Есть ли у него крона. Оценить местность-то, собственно. Есть ли у него ветки, да, насколько высоко они поднимаются ко льду. От этого будет зависеть глубина, на которую мы поставим жерлицу. То есть жерлицы лучше всего ставить в пол воды. То есть если есть у нас там глубина подо льдом 2 метра, да, то нужно поставить жерлицу в метре от дна. Потому что щука, она, как правило, атакует свою добычу и в первую очередь ориентируется именно на зрение. Если она будет сидеть внизу в корягах и увидит живца, который у нее над головой, да, она его скушает. Если он будет находиться, если мы поставим там куда-то между коряг или еще что-то, ну, она его может просто банально не увидеть. Вот поэтому мы обязательно используем видеокамеры. Это очень удобно, это очень хорошо при оценке поиска мест, да. То есть мы там бурим 10 лунок, прям с камеры пробежались, посмотрели, ага, вот здесь вот там кусок травы, вот здесь там коряжка, да, вот между ними мы поставим жерлицу, бац, ставим. Побежали дальше. То есть раньше, когда этого не было, там действительно мы ходили, бурили там какое-то огромное количество лунок, проверяли их отцепом, да, там смотрели, есть ли там трава, цепляется, не цепляется, какая глубина, там что-то промеряли. То есть сейчас на самом деле у рыболова, ну, очень сильно открыты. Василий, до рекламы, как выглядит эта камера, ценник, собственно, этой камеры? Ну, вот о гаджетах для зимней рыбалки, я думаю, мы сделаем отдельную передачу, там, да, поговорим, что к чему. То есть подводная камера, это вот такой вот экранчик, ну, грубо говоря, как вот у смартфона, там они есть разных диагоналей, у которого есть провод, и на конце камера мы ее отпускаем. Просто в лунку опускаем, крутим и смотрим, и все хорошо. Они там существуют с инфракрасными подсветками, с функцией записи, там, и всего-всего. То есть и с точки зрения вот оценки, там, подводного мира, очень интересная штука, и на самом деле с ней очень интересно. Ты можешь посмотреть, мы в некоторых случаях, как-то даже помню, так ставили жерлицы, отпускали камеру и смотрели, там, как происходит поклевка щуки. То есть вот прям ты видишь, что вот она там вылетает, как она хватает от выживца. Их теологи такие. Интересно, интересно. Исследователи подводного мира, да. Это программа «Трофея рыбалка», я напоминаю. Мы сегодня говорим о ловле, о зимней ловле рыбы с помощью жерлиц. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской, 8. Сейчас будет реклама. Не забывайте, что у нас еще два конкурса. Впереди вручение 30 литров бензина «Ультра-92» от нашего генерального партнера «Движение нефтепродукты» и «Не за горами вопрос», который озвучит Василий, ответив на который, вы сможете получить подарочный сертификат от магазина «Арсенал» на Комсомольской, 8. Номер для ответов, напомню, для СМС-ответов 8909-720-101 и 0. Прерываемся и скоро продолжим. Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». «Рыбалка на жерлице» сегодня основная тема. Наша тема программы – «Трофей и рыбалка». Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской, 8. Меня зовут Владимир Сментанин. Василий, давай вопрос. Прямо сейчас. А давай. 8909-720-101 и 0. Напоминаю, номер нашего телефона. Отвечайте с помощью СМС. Сертификат подарочный от компании «Арсенал» вам достанется в случае правильного ответа. То есть первый правильно ответивший его и получит. Мы сегодня… Новшество у нас такое. Мы сегодня без вариантов задаем вопрос. Вариантов не даем. Да. Вот сейчас я думаю, что оставшееся время нашей программы будем зачитывать ответы и комментировать. Ну, хорошо. Какое название снасти, которое специально придумано для ловли в проводку на течении? Как называется? Снасть специальная для ловли в проводку на течении. Это одно какое-то слово? Да. Одно слово. Да. Так, пожалуйста. 8909-720-101 и 0. Ну, а мы едем дальше. Мы пошли дальше. Значит, мы закончили на том, что используем видеокамеры и все такое. То есть это понятно, что мы делаем на водоемах без течения. Но в последнее время мы начали ловить, вот мои друзья, я в том числе, да, мы начали ловить жерлицами на течении. И причем нетрадиционно… Вы опровергаете все устоявшиеся стереотипы. Немножко нетрадиционную для жерлиц рыбу мы ловим судака. То есть там жерлица, точно такая же конструкция, ничего не поменялось, но там есть особенности именно оснастки. Если в стандартной жерлице, которую мы ставим на водоеме без течения, мы там используем достаточно легкий грузик, оливку, и у нас идет оливка, а потом поводок и вот потом живец, то на течении мы снасть немножко модифицировали. Вы груз на дно кладете, наверное. У нас есть основная леска, основная леска, да, который привязан достаточно тяжелый груз, а мы его уже подбираем в зависимости от силы течения, но на самом деле здесь такое правило лучше больше, чем меньше, чтобы не сносило. То есть мы используем там груза, бывает и 100, и 150 грамм, то есть вот такие свинцовые прям блямбочки. А поводок, поводок здесь мы используем из флюрокарбона. Это что такое? Это специальный поводковый материал, он выглядит как обычная монолеска, но он сделан именно вот в торкарбон. Во-первых, он очень жесткий, Тарас, его не обкусывает щука, которая может попасться при лове, да, но ловим-то мы судака. Да, вот, и за счет того, что вот этот материал, он там имеет какое-то определенное преломление в воде, он практически невидим в воде. То есть вот рыба его не видит. Мы используем поводки там длиной сантиметров 50, которые у нас вот груз на дне, а поводок у нас привязан выше. На сколько примерно? На полметра повыше? Сантиметров 30 мы ставим, потому что мы все-таки хотим поймать судака, а судак это придонная такая рыба, которая находится в основном в придонном слое. Поводок ставим сантиметров 50, то есть здесь у нас привязан вертлюжок, точно так же, да, через петлю сделан, стоит поводок. Но, опять же, мы используем вот эти жерлицы для ловли судака, но в основном мы их используем для поиска судака. А, видимо, снасть для его поимки будет потом уже другая. Будет другая. Ну, хорошо, что если он, например, здесь попадется, но мы с помощью вот этих жерлиц ищем судака. Что мы делаем? Мы, например, приехали там на водоем втроем, вчетвером. У нас у каждого по 5 штук. Вот разрешенное количество, например. На четверых получается уже 20 штучек. У нас есть перед нами, например, перспективный какой-то там яр с корягами, да, совсем. Мы берем эти 20 жерлиц и их расставляем, то есть на четверых выбираем, как правило, вот 4 такие линии, да, между там расстоянием между нами, там, например, будет метров 10, да, либо какие-то там коряги локальные. И вот прямо с ними рядом ставим жерлицы здесь, 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 здесь. То есть все вот такие злачные места, где может находиться судак, вот мы обставили этими жерлицами. И потом начинаем уже ходить там, бурить лунки, и потом, например, смотрим, что, ага, вот здесь произошла сработка, вот здесь произошла сработка. Это говорит о том, что судак-то он тут есть, а судак же он стайный. Если клюнул один, то велика вероятность поимки другого. Соответственно, мы подходим к этой жерлице, если там эффективно поклевка произошла, то мы рыбу достаем, и уже в этой лунке продолжаем ловить там на балансиры, ратлины. Но это, я так понимаю, не главное, да, достать оттуда, вот на жерлицу судака. Главное понять, что он здесь есть. Понять, что он здесь есть. Есть. И потом уже поменять снасть на основную. Понять, что он здесь есть, потому что так или иначе на живца он, ну, любая хищная рыба на живца все равно реагирует лучше, чем на наши искусственные приманки, да, там, для нее это естественный кормовой объект. И обманывать мы ее, конечно, можем бесконечно долго, но тем не менее. Вот. И поимки, ну, и вот на самом деле вот такая штука именно с поиском очень сильно помогает, когда световой день достаточно короткий. То есть здесь вот это прямо, оно очень здорово. Дальше. Такие жерлицы мы используем при ночной ловле налима. И опять же ищем налима с помощью вот такой штуки. Потому что у налима есть такая особенность, он вот когда, скажем так, двигается по реке, у него есть там, ну, их называют там налимий, тропы. Ну, мы в прошлый раз вот говорили как раз с Рустамом Садыковым, да, вот он там вот может тут вот идти, все. Борозда, извиняюсь, такая, по которой он чешет. Да, да, все совершенно верно. Точно так же ставим жерлицы, да, и уже там смотрим, где есть работочки, там туда подбегаем, начинаем ловить. Это одно, скажем так, из плюсов жерлиц. А дальше хотелось бы поговорить о том, что, ну, вот говорят, вот там жерлицы неспортивная снасть. На самом деле ничего подобного, она очень спортивна. Конечно, если приехать на водоем, там поставить пять жерлиц и сидеть целый день вот так вот на них смотреть и ждать там каких-то сработок, то на самом деле, ну, ни к чему такому хорошему-то там и с каким-то выдающимся-то уловом это не приведет. Мы обычно поступаем следующим образом. Ну, как правило, вот сейчас, еще раз повторюсь, мы ездим постоянно вот с видеокамерами на рыбалку. Приехали на водоем, например, там выбрали какое-то уже более или менее там знакомое место, где раньше там ставили жерлицы, где там были поклевки, где ловили рыбу, поставили, а дальше мы идем в свободный поиск. То есть мы там бурим достаточно большое количество лунок, смотрим камеры. Мои шуруповертов? Ну, уже, ну, сейчас еще нет. Вот я сейчас, честно скажу, сколько было на рыбалке шуруповерт. Пока легко еще, пока лед не очень. Пока еще тоненький лед, можно поразмяться чуть-чуть. Вот, по последнему льду, то там, да, там, конечно, уже шуруповерт. Вот, и, соответственно, мы идем исследуем водоем. Во-первых, это очень интересно. Ну, там реально вот мы прям видим, что у нас там подо льдом, как рыба может там перемещаться, еще что-то. Вот, во-вторых, ну, для себя находишь какие-то перспективные места там на будущее рыбалки, например. Вот, либо здесь, если нет поклевок, то все, мы там нашли, ага, следующий перспективный участок, все, бежишь, переставляешь эти жерлицы туда, оставишь, все. А дальше живца. Да, вот многие там привозят, например, с собой живца. Да. Вот, мы, как правило, например, ну, наше правило, то есть, вот, если у меня там есть пять жерлиц, я с собой везу, ну, покупаю, да, везу десять живцов. Ну, чтобы первый раз поставить. Если, например, съедят там, то еще раз мне на постановку хватит. А в свободное время, когда я ожидаю поклевки на жерлицу, мы пытаемся поймать живца вот именно в этом водоеме, в котором мы находимся. То есть, это может быть... Ну, как бы мелкую рыбушку. Мормышечка там, да, мы ловим там, ну, вот, например, по нашим, скажем так, наблюдениям, самый идеальный живец для ловли щуки на жерлице – это мелкий окунёк. Да? Объясню почему. Не бель какая-то вот там? Не-не-не. На окунёк. Объясню почему. Ну, щука очень любит, да, окуня, она его кушает с абсолютным удовольствием. Здесь есть еще один маленький такой нюанс. Когда щука, если вот мы сколько замечали, вот сидит окунёк, если даже она накололась на тройник, там, на двойник, который у вас, она его не выплёвывает, потому что он сам по себе колючий. Она думает, что это просто защиту свою просто выпустила, да. И реально сравнивали там, например, карасик там какой-то покупной, там, не знаю, сорожку мелкую, где-то там что-то поймали, да, поставили, вот накалывается, она его выплёвывает, особенно в периоды, когда она не сильно активна. А с окунем такой штуки происходит реально в разы меньше. Интересно. Поэтому вот мелкий окунёк, приманка, вот живец для щуки, там, ну, номер один. Это, во-первых, что вот он, скажем так, не выплёвывает его, когда накалывается. Во-вторых, он очень-очень живучий, он живёт очень долго, всегда очень активный, бойкий, всё здорово. Привлекает взгляд хищницы зубастой. Василий, я предлагаю ещё раз напомнить наш вопрос. Я напоминаю, номер для ваших смс-ответов 8909-720-101-0. Я предлагаю сейчас Василию насчёт вариантов подумать параллельно. У вас, видимо, трудную какую-то задачу мы задали нашим слушателям. 8909-720-101-0. Номер обычный, тарифицируется смс, собственно, по условиям вашей сим-карты. То есть недорого должно быть. Отправляйте. Напоминаем ещё вопрос. Какая снасть, название снасти, которое предназначено для ловли на течении в проводку? Дать варианты ответа. Давай. Матчевая, маховая, фидерная, либо балонская. Вот, озвучили. У меня сразу вылетели из головы эти варианты. Только балонская запомнилась. Фидерная, матчевая, маховая, либо балонская. Хорошо. Есть у нас ещё 10 минут. Будем ждать ваших ответов. Напоминаю, что мы разыгрываем тем самым подарочный сертификат на определённую сумму. Да, да, это денежная сумма. Вы его получите, и на эту сумму сможете выбрать в магазине «Арсенал» на Комсомольской 8 то, в чём вы нуждаетесь непосредственно. Вот, продолжаем. Вот. Соответственно, о живце мы поговорили. И, скажем так, следующая такая ещё инновационная технология, которую, не знаю, мы подглядели, например, у одного местного рыболова. Мы ездили на один замечательный там прудик. Он с собой берёт достаточно большое количество прикормки для белой рыбы. О, кстати, вот я хотел спросить, да, принято всё-таки прикормливать-то, когда жирлицами пользуешься? А кого прикормливать-то вроде бы? Бель. Она подойдёт, а за ней... И хищник подтянется. Вот. Мы увидели, что после постановки жирлицы он берёт прикормку, которая рассчитана для белой рыбы. Достаточно много, так как обильно закармливает лунки, да, там, и бежит дальше. Мы к нему подошли, я говорю, а вроде бы, а зачем ты это делаешь-то? Что? Ну, он... там, ответ-то был очевиден. В водоёме оказалось достаточно много сороги, которая активно реагировала на эту прикормку. Она собиралась в достаточно большую стаю. Когда туда приходила хищница, соответственно, эта стая улетучивалась и оставалась одна единственная, мимо которой уже щука пройти не могла. И, соответственно, она атаковала. В тот день, если посмотреть количество поклёвок наших и у местного, скажем так, рыболова, ну, там было где-то, наверное, соотношение одна к четырём. В его пользу, соответственно. В его пользу, да. И после этого мы всегда возим с собой прикормку. Ну, там, может быть, абсолютно любые сухие смеси, которые продаются. Ну, они, по-моему, зимние специальные, они есть. Там можно абсолютно любые. Мы очень часто пользуемся обычной манкой. А, обычной, которая в любом продуктовом магазине продаётся, да? Манку насыпал, вот в луночке размешал, и она медленно начинает поседать, падать такой вот именно большой, скажем так, завесой, да, вот этой всё. И на неё приходит активная мелкая рыбешка. Мы прям смотрели, опять же, в камеру, видели, как это всё происходит. Прямо такая, как в аквариуме зрелище-то. Если поговорить о, не знаю, времени суток на зимней рыбалке, когда вот именно жерлица наиболее эффективна, это может быть любой промежуток? Любой промежуток. И днём, и вечером, и утром, и всегда. Абсолютно любой промежуток дня. Ну, так или иначе, всё равно там есть определённые вспышки клёва. Но вот мы замечали, что лучше всего жерлицы работают всё равно утром, и их лучше всего выставить затемно. Вот прям поэтому рыболовы, которые с жерлицами, да, у них там обязательно есть там налобные фонарики какие-то. Они приезжают на водоём раньше всех. Выходят на лёд ещё в темноте, расставляют жерлицы, и вот как только начинается рассвет, да, ну, вот основная масса поклёвок именно крупной рыбы. Вечерняя зорька, но она вот не так работает. Бывают сильные такие вот периоды активности в дневное время, то есть это вот обеденное такое где-то с 11 до часа, вот так вот бывает. С 11 до часа. Хорошо, активно бывает, клеёт хищница. Это то, что касается, ну, например, вот сейчас вот нашего... Декабрь, январь. То есть в феврале хищница может клевать плюс-минус там одинаково на протяжении всего дня, а март месяц у неё, наоборот, активность именно вот в средине дня. То есть там уже солнышко, там уже где-то оттепели, да, там уже где-то свежая водичка там попадает в воду, да, и вот активность у неё такая дневная лучше всего. Ну, это вот то, что касается именно времени суток. А так жирлица, она, если грамотно подходить к рыбалке, если постоянно её там переставлять, да, постоянно менять там глубину ловли, выбирать, ну, очень результативная снасть. И на протяжении там всего светового дня она там без проблем будет работать. Василий, давай почитаем смс-ки, которые пришли на номер 8909 720 101 и 0. Немало смс-ок. Я буду выяснять уже после завершения нашей программы, после завершения нашего эфира, кто же там победил-то у нас, потому что надо смотреть ведь по времени, да, смс-ка, которая первая пришла. Но я просто сейчас озвучу пришедшие варианты. Итак, фидер. Не фидер. Не фидер. Следующую открываю смс-ку. Фидерная снова. Это уже поняли. Болонская. Это уже ближе? Это уже попадание? Это попадание. Болонская. Вот Болонская. Смотрю ещё, в скольких смс-ках есть матчевая. Или как правильно? Нет. Ну, матчевая, но это мимо. Да, да. И ещё вот один такой вариант пришёл, да. Ну, и есть ещё вот ответы с названием. Болонская. Буду выяснять, кто раньше. Подождите немножко, да. Обязательно сертификат от компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Он найдёт своего балонца. Правильный ответ был Болонская. Болонская. Почему такое название интересное? Река. Болонка? Ну, я честно не помню там название, но вот какой-то там Болоньес или что-то ещё там. А, именно в этой местности это было придумано. Да, там река с достаточно быстрым течением, да, на которой ловят в основном там рыбу такую усача очень крупного. И вот там была придумана, то есть это, как правило, там 5-6-7-метровая удочка с кольцами и со специальным поплавком. Да, вот Болонская снасть для ловли в проводку на течении. Фидер — это донная снасть. Фидер — это донная. А матчевая снасть — это поплавочная, но для ловли в водоёмах со стоячей водой на прудах с дальним забросом. А, пруда, пруды, озёра? Пруды и озёра, дальний заброс поплавка. То есть там специальные поплавки такие, ваглеры, они называются, длинные, тяжёлые, которые очень далеко летят. Но это ближе к лету мы там. Ближе к лету поговорим. Сейчас снёмся и расскажем о способах ловли. Три минуты буквально у нас остаётся. Как сейчас поступить? Озвучить победителя и обладателя 30 литров бензина от компании «Движение нефтепродукт» нашего генерального партнёра? Наверное, всё-таки я это сделаю. Ну да, кто у нас там выиграл? Напоминаю условия нашего конкурса. Условия очень простые. Рыболовы, насколько я знаю, они любят ещё и фотографироваться с уловом. Ну как-то вот принято это уже. Поехал куда-то и запечатлил для истории. Поехали, сфотографировались. А затем это фото, где, собственно, вы, рыболов, и ваш улов. Это можно выложить всё на нашей странице ВКонтакте, в группе нашей радиостанции ВКонтакте. Есть там специальный пост, его не очень сложно найти. Заходите туда и прямо в комментариях своё фото выкладывайте. И это всё попадает в конкурс. Конкурс у нас такой проходит еженедельно. Как только наберётся определённое количество фото, три лучших снимка, по мнению редакции, мы выставляем на голосование. И, соответственно, тот, кто наберёт больше всего голосов, тот и побеждает в нашем конкурсе. Вот такие нехитрые условия. И каждую неделю мы подводим итоги конкурса. Ну, правда, розыгрыш 30 литров бензина ультра-92 у нас не только раз в месяц, а в остальные дни у нас тоже неплохие призы. Вот, например, рыболовный клуб Белуга, сертификат на 3000 рублей. Так что у нас всё по-честному и всё по-взрослому, как говорится. У нас конкурс не слишком активно на этой неделе проходил, да и на прошлой неделе. У нас получается, что победитель-то один-единственный. Одна заявка, один победитель. Не случилось соревнования в этот раз. Зовут его Дмитрий Собакин. Дмитрий, если вы сейчас нас слушаете, то ура, ликуйте. Видите, именно вам достается 30 литров бензина от ультра-92 от компании «Движение нефтепродукт». А ещё и два балансира. Ещё и два балансира, безусловно. Да, в нашей прошлой передаче, где гостем у нас, нашим гостем был управляющий Чапецк нефтепродукт Рустам Садыков. Он из личной коллекции принёс вот две замечательные такие приманки. Они тоже вам, Дмитрий, достаются. Ну, вот смотрите, вы с бензином уже и, соответственно, с тем, на что можно ловить. На что можно ловить. Да, что касается снимка, который Дмитрий выложил в нашей группе ВКонтакте, то там всё довольно просто. Он сам и на руках у него щучка. Вот, всё соответствует условиям нашего конкурса. Всего-то лишь надо, так что, друзья, давайте всё-таки как-то поактивней на самом деле участвовать. Всё по-честному, всё только вам достаётся. Призы в дальнейшем будут. Ставки будем увеличивать. Ставки будем увеличивать. Когда-нибудь до снегаот разыграем. Добавлять. Василий, может быть. Ну, почему бы нет. Мы об этом обязательно подумаем. Да. Так что давайте поактивней. Да. Напоминаю, что все подробности есть в группе нашей радиостанции ВКонтакте. Конкурс продолжаться будет весь декабрь. Так. Нам на этом пора завершать нашу программу сегодняшнюю. Благодарю Василия Мамонова, эксперта компании «Рассенал» на Комсомольской 8. Все на рыбалку. Хочется мне воскликнуть. Вот сейчас ещё, чтобы вдохновить рыболовов, да, Василия, тех рыболовов, которые ещё не слишком опытные. Сейчас велика вероятность попасть на хороший клёв. Пока ещё не глухозимие, так называемые. Не, сейчас самое время, на самом деле. Сейчас самое время. И погода хороша, на самом деле. Хороша. Так что собирайте с Настей, посмотрите наши выпуски, слушайте. Слушайте, да. Завтра выпуск, этот его видеоверсия появится на нашем сайте и на нашем канале в YouTube. Так что можете нас увидеть. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. Венеральный партнёр программы «Компания Дэнс». Трофей Рыбалка